Завоевать новые награды в копилку достижений своих городов приехали спортсмены со всего Краснодарского края в Славинск-на-Кубани. На этой неделе стартовали финальные соревнования четвертой летней спартакиады молодежи Кубани по боксу среди юношей и девушек. Принято считать, что бокс – это больше мужской вид спорта, чем женский. Среди известных звезд мирового бокса женские имена, конечно, встречаются, но их гораздо меньше. И даже если когда-то их счет сравняется, волевой и требующий большой силы вид спорта бокс все равно будет считаться мужским занятием. Женственная боксерша из Кавказского района, да еще и самым, что ни на есть женственным именем Ева, считает, что бокс нельзя определять по половой принадлежности. Главное, чтобы занятие соответствовало состоянию души. Ну, я давно хотела, года четыре еще назад, маленькая была, боксировать, боксировать, не знаю, по фильмам, наверное. Сначала ты вдохновляешься чем-то, а потом уже идешь, боксируешь и побеждаешь. Сначала, ну, с первого боя начинается, как ты только вкус победы ощущаешь, и все дальше и дальше хочется боксировать, начинать. Славинский район представляло немало воспитанников отделения бокса. Один из них – Николай Капустин. Боксом занимается уже три года и не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Как признается спортсмен, победа в соревнованиях должна быть прежде всего общая, на благо своего города. К участию в финале готовился как физически, так и морально. Ведь главное в победе над соперником – это вера в свои силы и боевой настрой. Сегодня я участвую в этих соревнованиях. Для меня это большая честь – боксировать на этих соревнованиях. Я к ним стремился очень давно. Ну, и все получилось. Перед началом соревнований пожелал спортсменам удачи глава Славинского района Роман Сенеговский. Я уверен, что вам все у нас понравилось. Конечно, это интереснейший судеб, я знаю, это честное, верить на успехах, удачи, всего самого доброго. Пропаганда здорового образа жизни и определение лучших физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края, а также выявление перспективных спортсменов ближайшего резерва в сборные команды края являются основными задачами спартакиады молодежи Кубани. Соревноваться спортсмены края будут до 22 мая, после чего подведут итоги и выявят самую сильную команду.